Всем добро, с вами я, сестра Стива Про, и сегодня проведу обзор очень классной и крутой карты на Майнкрафт Покетишн версии 1.16+. На этой карте можно повыживать с друзьями, да и много чего можно сделать на этой карте. Все расскажу и покажу, что да как. Обратите внимание, я вот нахожусь в таком небольшом домике, и на мне вот такая топовая броня и также топовое оружие. В этом доме есть все необходимые, необходимые ресы, есть даже домашние животные вот такие, вот как вот такой мимимишный кот и такая собачка. Классно и круто, и хочу сказать, что на этой карте продумано все до мелочей. А что именно, сейчас расскажу и покажу, что да как. Довольно-таки объемная и большая карта. Основную массу я, конечно, покажу, ну а какие-то вещи уже посмотрите сами при закачивании данной карты. Всем советую закачать эту карту. Ну и в общем-то в обзоре посмотрите. Я думаю, что вам это все понравится и в дальнейшем эту карту вы закачаете. И примените ее, конечно, в своем мире выживания, но поскольку классная, крутая карта. Вот оказывается, а я вот на такой ферме, то есть здесь есть хозяйство. Создано определенное, как бы, количество вот таких вот помещений, где содержатся определенные вот такие вот овощи. Есть даже тростник, то есть это автоферма. Все собирается автоматически и складывается в определенные вот такие вот сундуки. А есть еще вот такая вот ферма. Сейчас обойду и покажу, что да как. То есть здесь очень много всего, много-много-много. Обратите внимание, здесь есть деревья. То есть здесь есть всевозможные такие плюшки, благодаря которым можно повыживать на данной карте. И причем повыживать можно без проблем. То есть есть определенные вот такие комнаты. Также здесь вот происходит создание костной муки. Все происходит автоматически и это очень классно и круто. И была я очень удивлена, что есть такое огромное количество таких вот автоматизированных автоферм, которые без проблем дадут нам именно прожить на данной карте. Ну и конечно же это будет интересно. Можно даже определенные рода какие-либо сериальчики на выживании поснимать именно на этой карте. Вот обратите внимание здесь тоже, как все происходит. Классно, круто. И мне все нравится. И была конечно очень я удивлена всему этому. И респект создателю этой карты, что здесь все автоматизировано. И даже можно вот без заморочек просто так спокойно здесь прожить. То есть все готово, есть и резы в наличии. И все продумано до мелочей. Но сейчас обойду еще и покажу, что да как. Вот обратите внимание, с учетом того, что здесь еще так вот креативно придумано. Есть вот ну все-все вот вплоть. Определенные мелочи, но они как-то просматриваются. И все проглядывается. И все это конечно же продумано. А эта карта, она создалась довольно таки давно. Но она просто происходили на этой карте определенные обновления. Но эти обновления, они шли конечно же в лучшую сторону. Но сейчас я пройду еще в одну комнату. Здесь создаются зелья. Можно создать определенного типа зелья. И также здесь есть вот уже ресурсы подготовленные, зельеварки. И также есть комната, где необходимо хранить свое зелье. То есть здесь по каждому сундучку разложен определенный вид зелья. И я конечно была этому предельно удивлена. Что каждый сундучок, ну определенный вид зелья. Есть определенная табличка. Но как-то все вот так вот структурировано. И мне это конечно нравится. А вот есть еще определенная такая культура. Но которая нам тоже необходима именно при создании зелья. А удивил меня еще вот этот аквариум. Обожаю я вообще аквариумы. Но вот такой обалденный классный аквариум. А здесь вот есть такая конечно комната, которая тоже необходима нам именно в мире выживания. Без нее ну никак невозможно прожить. Но мчимся дальше. И вот такая определенная лестница. Но тоже однозначно мне нравится. Есть определенная вот такая комната. А здесь содержатся тоже ресы. И мне нравится опять же, что в каждом сундучке ну как бы определенный вид ресов. А сейчас пройду и посмотрю и покажу. Здесь можно создать свои флаги. Но тоже довольно таки креативно. И мне это все нравится. То есть мы проходим из одной комнаты в другую. И хочу сказать, эти комнаты созданы как таким определенным образом. Но можно спокойно из одной комнаты выйти в другую. Но без заморозчика, не запутываясь. Как-то все здесь слажено. Здесь находится определенное оружие. А также здесь есть броня. Ну и необходимые такие инструменты. А конечно в мире выживания это самый крутейший вариант. Здесь также содержатся определенные виды ресы. Ну и все также уложено и положено по определенным таким своим ресурсам. То есть каждый ресурс лежит в отдельном своем сундучке. И как бы это классно и круто. Можно в любой момент все найти. То что необходимо. Вот так вот я выхожу из одной комнаты в другую. И здесь можно создать определенный вид карт. Но тоже довольно таки неплохо. А вот такой вот столик довольно таки специализированный. И специфическое такое помещение. Вот эта лестница ну классная, крутая. Вот обожаю я эту лестницу. Конечно она мне очень нравится. Но сегодня я в режиме креатива. Именно для того, чтобы обозреть эту карту. Но конечно в мире выживания будет намного круче повыживать на этой карте. Почему бы и нет. Вот так вот все выглядит вне моего дома. И обратите внимание. Сейчас я беру вагонетку. Но это покажу для чего она мне нужна. Я покажу это в дальнейшем. Обратите внимание как здесь все классно, круто и довольно таки креативно. Даже вот есть такие попугайчики. Они привязаны для того, чтобы не улетели. Но создают тоже какую-то свою изюминку. Но обалдел я конечно вот от такой автошахты. И от такой автошахты. Если честно я вижу первый раз. Вообще классно, крутая автошахта. Все сделано здесь довольно таки в таком стиле. Классном. И мне нравится то, что как бы здесь все вот. Ну все, все, все. Вот такая вот отделка. Очень классная и крутая. И хочется конечно в этой шахте покопаться однозначно. И сюда я вернусь. Ну поскольку конечно в этом мире я буду не один раз еще играть. И конечно приглашу сюда своих друзей. А вот здесь вот вообще классно. Здесь можно спокойно летать на своих элитрах. И также запускать фейерверки. Веселиться с друзьями. Ну и вообще много чего можно сделать. Вот такая определенная башня. Тоже довольно классная и крутая. Сейчас я сберусь на самый верх. И покажу что да как. А классно здесь все выглядит. Здесь можно пострелять. Есть определенного вида оружия. То есть если на нас будут нападать враги. Ну мы можем спрятаться. И конечно здесь пострелять. Вот так вот все выглядит вокруг. Довольно классно, креативно. Ну и мне нравится что здесь есть смешение биомов. То есть есть и зимний биом. И определенного вида обычный биом. Есть также горы. И также есть вот лошади. И причем на лошадях вот такая вот тоже броня. Умазная. Но довольно таки неплохо. Креативно смотрятся эти лошадки. А есть также определенного вида. Вот такое вот место для пикника. Что тоже неплохо посидеть здесь с друзьями. Поговорить. Ну и покушать. Классно и крутое конечно место. Вот такое место тоже мне очень нравится. Это ферма панд. Здесь есть пандочки. Тоже определенного вида панды. То есть различные различные панды. Тоже меня это очень порадовало. Вот такая пандочка на нас смотрится. Встала на задние лапки. Ну неплохо, неплохо. Есть елочки. Здесь даже елочки. Смотрите обратите внимание какие украшения на этих елочках. Смотрится все вот так вот радостно, радужно. Ну классно. Вообще круто. Я вообще люблю креатив. Но эта карта конечно особо креативная. Ну и она мне очень понравилась. Бегу сейчас я дальше. Показать очень много всего вам надо. Но времени-то у меня немного. Покажу по максимуму. Прям вот бегу и я тороплюсь. Вот эта вот башня. Ну тоже классно. Крутая башня. И особенно вид с этой башни меня порадовал. Вот так вот все смотрится. Есть даже буквы Minecraft. Да. Это вот вообще классно. Крутое решение. И смотрится вот так вот. Все классно. Круто. Красиво. Вот прям вообще 100 баллов. Я не знаю создатель этой карты. Ну обалденная. Классная карта. Мне она очень понравилась. Я думаю что подкачаете. И тоже посмотрите. То есть никаких заморочек с подкачиванием этой карты у меня не возникло. Подкачала все легко. Ну и без проблем. А без каких-либо лагов. Сейчас что же вам показать еще интересного. Интересного здесь очень много. Покажу еще ряд таких вот определенных плюшек. Которые как бы обнаружила я на этой карте. Есть вот такая вот ферма. Ферма с животными. Ну классно. Вот именно в реалиях выживания с животными. Да. Довольно таки неплохо. Есть все-все-все абсолютно. Чтобы здесь повыживать. Как я уже сказала. Эта карта продумана. На этой карте продумано все до мелочей. Да. Я освобождаю руку. Чтобы не мешать вам показывать все. Все до мелочей продумано. Продуманы вот такие вот фермы определенных животных. То есть каждое животное содержится в определенном своем загончике. Что довольно таки неплохо. Все это смотрится. И сочетается именно вот с этим биомом. А также сочетается именно с текстуркой этой карты. Здесь вот тоже ферма. Я посмотрела на крыше. Как это все выглядит. Показать вам просто хотела. А выглядит все довольно таки классно и круто. И сейчас мы постараемся конечно спуститься вниз. И показать вам еще одну очень интересную вещь. Которую я обнаружила. Ну буквально как-то вот находясь на этой карте. Но очень стало мне интересно. Здесь создаются мобы. И именно эти мобы попадают в определенную вида. Сейчас я вам покажу. Вот такую вот комнату. И благодаря здесь. Благодаря вот этим механизмам. То есть мы с этих мобов получаем тоже определенные резцы. Но тоже довольно таки это необходимо. Это получается вот тоже такая определенная ферма мобов. Но довольно таки неплохое решение. Без лишних заморочек. А можем сюда прийти. Ну и получить определенный резцы. Которые именно выпадают с этих мобов. Почему бы и нет. Классное крутое решение. И причем находится эта ферма. В таком интересном месте. Как бы эта пещера. Ну и именно здесь находится ферма мобов. Почему бы и нет. А сейчас еще покажу еще одну интересную деталь. То есть сажусь я вот в эту вагонетку. И сейчас я поеду. А поеду по рельсам. И вы видите куда сейчас меня приведет эта вагонетка. И тоже классное крутое решение. Можно вот так вот спокойно сесть. И без лишних заморочек. Просто покататься. Но покататься с какой-то целью. Не просто так. Это эти рельсы ведут по этому туннельчику. У нас тоже в определенное место. А в такое классное крутое место. Сейчас покажу что да как там будет происходить. И конечно это мне и само было интересно. Когда я первый раз вот так вот проехал по этим рельсам. Думаю ну куда же меня выведет эта вагонетка. Стало мне интересно. А еду еду еду. Я вот смотрите лес. И все вот это я проезжаю. Ну и я очутилась. А вот в таком интересном месте. Я еще подумала что это такое. Так это же деревня жителей. Да да. Здесь есть еще деревня жителей. Такая определенная интересная деревня. Где ну тоже много всего довольно таки интересного. И можно так вот прогуляться. И по каким-то определенным местам. Обязательно все посмотреть. И что да как здесь происходит. Увидеть. Ну и конечно классное крутое. Интересное довольно таки решение. Сейчас вам обойду. А все покажу. И расскажу что да как. А взберусь на самую высшую точку. И смотрите. Здесь вот неплохой довольно таки обзор. Ну тоже можно здесь как бы пострелять. Нападают на нас мародеры. И мы отсюда отстреливаемся от этих мародеров. То есть мародеры нападают на деревню. Ну и мы ее конечно защищаем. А защищаем то мы ее еще вот такой вот интересной дверью. То есть на нас нападают мародеры. Мы закрываем дверь. Взбираемся на башню. Ну и начинаем отстреливать. Ну почему бы неплохое решение. Как бы еще одна тематика для определенного вида сериала. В мире Майнкрафта. Почему бы и нет. Вот обратите внимание здесь тоже все вот интересно. А здесь жители. Но жители здесь тоже определенного вида. Тоже довольно таки неплохое. Классное креативное решение. И вот если честно. Прям вот продумано все до мелочей. И меня это очень радует. Я вообще за креатив. А именно здесь сочетается и креатив и творчество. И именно какой-то интересный индивидуальный подход на этой карте. Продумано все до мелочей. Спит лисичка. Но так пускай спит. Не буду ее тревожить. Покажу еще что здесь есть в наличии. А здесь есть вот такие вот черепашки. А у них уже вылупляются яички. И скоро будут маленькие черепашата. Есть здесь также пчелы. Мед. Ну и насчет пчел это будет отдельная история. То есть есть определенная также как бы пасека. Созданная на этой карте. И я прям была удивлена. Огромное количество именно пчел. Здесь лисички. То есть некоторые лисички уже куда-то разбежались. Осталась одна. Но да ладно. Но тоже довольно-таки неплохо. Можно подселить еще лисичек. Ну и здесь у нас вот тоже определенного вида житель. То есть это тоже довольно-таки необходимо. Классное крутое решение. Но сейчас я побегу и покажу пасеку пчел. Очень была удивлена. Что вот так вот классно и круто. Очень большое количество цветов. А цветы нужны именно для пчелок. А пчелки у нас содержатся вот здесь. Такое определенное помещение. Довольно-таки большое. Классное и опять же креативное решение. Вот никогда бы я не подумала, что можно вот так вот создать. Вот такая вот ферма с пчелами. То есть здесь добыча меда. Пчелки у нас здесь живут. Ну и им все нравится. А мне нравится тоже. Классное крутое решение вот так вот выйти вот сюда на эту пасеку. А здесь уже готовы бутылочки с медом. Почему бы и нет? Классно, круто. Мне все нравится. Но у меня есть еще что вам показать. А сейчас все покажу, да расскажу. Ну конечно очень много времени займет проход по этой карте. Но и зайду я конечно же в ад. Да, здесь есть ад. Причем ад здесь тоже определенного такого вида. Здесь лавомерки содержатся. Есть определенные вот вообще какие-то такие вещи. Которые, ну нужно вам самим смотреть. А все покажу и расскажу по максимуму. Здесь тоже содержится вот определенного вида ферма. То есть у нас здесь содержится пиглин. Ну и конечно из него выпадают как бы определенные резы. Мы даем ему золото. А он нам дает какие-либо определенные резы. Что довольно таки тоже неплохо. Это все в автоматизированном режиме. То есть здесь пока накопились резы. Пока они потихонечку складываются. Ну да ладно, мешать я не буду. А я помчалась дальше. А увидите потом сами все что-то как. Здесь все, всего очень много. Прям вот можно сказать даже нереально много всего. Есть вот такой вот определенный стеллажи. Опять же здесь содержится определенного вида блоки. То есть в каждом как бы сундучке содержится свой определенный вид блока. То есть здесь есть вот такой вот якорь возрождения. Что тоже довольно таки неплохо. А можно здесь остаться конечно в аду. Ну и почему бы и нет. В таком-то аду то можно и остаться. А самое интересное решение. Вот сейчас опущусь я туда. И покажу что да как. И довольно таки интересно было вот оказаться именно там внизу. И посмотреть что там находится. Да, довольно таки такая длинная лестница. А здесь вот тоже определенного вида такая шахта. Ну где можно накопать определенные ну довольно таки на такие редкие резы. Я думаю что вы понимаете о чем я говорю. Ну вот все. Я поднимаюсь уже наверх. Вообще вот классная крутая карта. Если честно впечатление у меня от этой карты море. Даже вот элементарно вот такой вот домик здесь. Ну прям вообще мимимишный. Такой классный сказочный домик. Хочется здесь остаться. Ну и я не знаю поиграть обязательно. Вот подкачайте. Не пожалеете вообще. Не вообще ни на грамм не пожалеете. Однозначно подкачайте. Повыживайте на этой карте. Классная крутая карта. Ну я в восторге от нее если честно. И даже вот для определенного типа сериальчиков. Сериал о выживании в Майнкрафте. Но вполне может быть. Почему бы и нет. Я так думаю что именно с друзьями все это понравится вам здесь играть. Но пробежимся еще раз как бы по этому городку. Как я уже называю. Ну да это уже такой вот небольшой городок. И еще раз покажу что ты как. Вот так вот все выглядит здесь классно и круто. Даже вот эти вот буквы. А Майнкрафт ну и то прям умиляет вообще абсолютно статуи этого крипера. Это вообще классное крутое решение. Так что однозначно подкачивайте. Ссылочку я оставлю в описании под данным видео. Ставьте лайки. Оставляйте свои топовые комментарии. Всем море позитива. Всем классного крутого настроения. И всем пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok